Владимир, ну, собственно, вы слышали, что сказал Александр, подписывались ли вы по этими словами? Ну, я в первую очередь хотел подписаться по словам, которые были сказаны, что надежда – это не является стратегией. Вот здесь я, ну, на 200% согласен, что называется, просто вот внутреннее ощущение мое именно такое. И вот в этой связи как раз хотел сказать, что сегодняшняя информация о том, что Citigroup продал все короткосрочные казначейские облигации США, а буквально где-то пару дней назад один из управляющих Банка Англии говорил, что у него есть стратегия «План Б», для меня уже показательный. Поэтому я не могу себе позволить надеяться. К сожалению, если бы мы могли на что-то надеяться позволить себе в том или ином случае, то, наверное, инвест-бизнеса как такового бы не было. И вот данная наша конкретная компания едва-либо могла бы удержаться на рынке. Это мое мнение. Поэтому, конечно, мы должны смотреть, что происходит на рынке, максимально дистанцироваться от различных комментариев, там, знаете, о том, что этого никогда не было, там, и так далее. Вот эта лирика, она сейчас, конечно, мало интересует управляющих. Мы ее оставляем, так сказать, ну, журналистам. Не вам конкретно, но вообще журналистам. А у нас что происходит? Значит, вот эти два эпизода, плюс мы видим годичные CDS, контракты, страховки от дефолта США, просто выстрелили буквально пару дней назад. И, значит, выросло где-то процентов, по-моему, на 80 объем путов на индекс СНП с экспирацией в ноябре. Их объем вырос. Такие вещи, они для нас, конечно, многое о чем говорят. Они на пустом месте, как правило, не возникают. И вот в этой связи, я извиняюсь, что переключаюсь немножко на другую тему, меня немножко покоробил один из комментариев чиновников наших финансовых, что, дескать, то, что в наших ЗВРах находится много американских казначейских облигаций, это ничего страшного, что это все пройдет, будет все снова хорошо. В общем, мы ничего не предпринимаем. Ну, по сути, CD Group предпринимает, а мы ничего не предпринимаем. Вот тут есть некий момент полемический. И вообще у меня такое ощущение, что если пройдет какой-то вариант, он пройдет в варианте, который вчера был предложен. То есть, условно говоря, планку госдолга поднимут до 4 февраля. Потому что иначе просто чайные фракции в Нижней Палате, они просто не будут вообще голосовать. Сегодня уже были эти информации по СНН, что они не будут за альтернативные какие-варианты голосовать. Вот и все, точка. Поэтому у меня такое мнение, что, по всей видимости, надо постепенно продавать облигации с экспирации до окончания второго президентского срока Обамы. По Конституции США он не может избираться в третий раз. И в течение его срока, по всей видимости, каждые полгода, как минимум, будут вновь и вновь ставиться вопросы о повышении планки госдолга. Скажите, зачем управляющим, зачем Банку России вот нужны все эти три волнения? Стоят ли они этой мизерной доходности, которые вот эти вот ноты, это даже не облигации, это ноты и векселя, они предлагают? У меня просто открытый вопрос, я на него ответа нет. Я не чиновник, поэтому у меня на этот вопрос ответа нет. Владимир, но не кажется ли вам, что, собственно, золотовалютные резервы альтернативы другой не имеют для политики финансовой стабильности в нашей стране? То есть все привыкли к тому, что вот эти самые инструменты, они гораздо более надежны, чем любая другая альтернатива. А золото купить невозможно в таких объемах. Какие-то облигации стран а-ля Люксембург, Сингапур, но это тоже несерьезно, Норвегия там и прочее. Вот знаете, у кого проблемы? Знаете, Данил, у кого проблемы? Проблемы у Китая с его 3,6 триллиона. Вот на 3,6 триллиона действительно очень сложно что-то диверсифицировать. Ну, простите, на наши 520 или сколько-то там их миллиардов? Я бы рискнул с вами поспорить, Данил. У нас есть куча разных облигаций, в том числе европейских. Это наши торговые партнеры. Германия, да. Помимо этого есть другие там Австралия, предположим. Ну, я сейчас не буду говорить о том, конечно, золото невозможно сейчас на рынке вот купить на 500 миллиардов рублей. Его просто никто не продаст в таком объеме. Увеличивать долю золота в ЗВР необходимо, потому что в сравнительном соотношении у нас эта доля очень низкая в ЗВР. И жизнь показывает, что это не есть хорошо. Но количество облигаций на эту сумму, помимо UST, оно найдется. Вот для Китая там действительно ситуация более серьезная. Владимир, спасибо вам. Очень интересную тему затронули. Ну, продолжаем это обсуждать.